Всем привет, с вами Дарья Кей. Сегодня мы с Ксюшей покажем, как сделать долговременную укладку бровей. Она расскажет все подробности и покажет все на мне, как это делается профессионально, а не просто в домашних условиях, как это гуляет на просторах интернета, потому что это очень такое опасное занятие, просто так это делать нельзя. У долговременной укладки есть несколько этапов. Это разные составы, которые наносятся поочередно на разный период времени, в зависимости от волоска, который перед нами есть. Поэтому я не рекомендую делать это дома, потому что можно просто сжечь свои волоски. У нас будет первый этап нанесения, второй этап нанесения. После второго этапа мы, например, можем сделать окрашивание, коррекцию, и потом идет третий этап, с которым нужно будет проходить около суток. Может быть, с ними? Потому что я сегодня волоски окрасила. Ну, они станут, скорее всего, чуть-чуть светлее, но ничего страшного. Ну, то есть можно и до, на самом деле, окрасить? Можно, да. Ну, ладно, мы тогда пойдем приступать. Первым этапом мы очищаем кожу, вне зависимости, есть у нас макияж или нет. Вторым этапом мы наносим первый состав из нашего набора от 5 до 15 минут, в зависимости от волоска, которая у нас есть. Кстати, этот состав так воняет! Обязательно накрываем пищевой пленкой, чтобы он у нас создавался... Какой эффект? Варниковый? Ну, блин, не знаю, чтобы зафиксировать, чтобы не улетучивались эти штуки. Ну, просто накрываем пленкой. Обязательно накрываем пищевой пленкой. Каждые 2-3 минуты мы прочесываем наши волоски. 7 минут примерно держим, да? В твоем случае мы держали 7 минут, но обычно это до 15 минут. Волоски у всех разные, и нужно всем разное количество времени, и нельзя, типа, так сказать, 15 минут там всем бровям, потому что у меня бы сгорели бы или просто отвалились. Мы снимаем этот состав обычной ватной палочкой, не водой, ничем, просто сухой ватной палочкой. Следующим этапом мы наносим наш второй состав и также накрываем его пищевой пленкой. И выдерживаем столько же, сколько и первый состав. Второй состав мы снимаем с помощью обычной воды и... Воды? Воды. А откуда ты воду взяла? Вон у меня в баночке стоит. А, все с собой, все с собой я ношу с собой. После второго состава, после того, как мы его сняли, мы построили форму и окрасили их с помощью краски. Не трогай волоски. Что-то случилось, да? Ты их допустила. Их вообще трогать, что ли, нельзя? Чтобы они в этой форме пока были. Нормально все? Чтобы на видео, тебе надо было. А я просто думала, типа они не двигаются. Ну, конечно, не двигаются. Они же подвижные остаются. В этом и отличие от ламинирования. Мы построили форму и окрасили брови с помощью краски. И сделали немного коррекции, да? И после того, как мы все это смыли, мы нанесли наш третий состав, который мы будем удерживать сутки. Окрашивание Ксюша делает тоже очень интересно. Если хотите об этом отдельное видео, не такие мои, типа, домашние окрашивания бровей. Тоже, кстати, она красит рефиктоцилом, но делает это правильно. Она смешивает те оттенки, которые я даже не видела в продаже. Я купила третий оттенок, она говорит, что он вообще не подходит. Ну, он слишком черный для меня. И она сделала волоски прям тон в тон моим. Видите, да? Видите? Вот. Поэтому, если вам интересно, пишите внизу в комментариях. Мы снимем об этом отдельное видео, уже более углубленное, со всеми лазейками, с пастами, размазыванием по лицу и все такое. А краска вот сколько примерно, думаешь, продержится? Мы же еще красили. На коже это около недели, но у всех очень индивидуально, в зависимости от типа кожи. Ну, то есть никак не повлияет на то, что мы делали укладку меньше, больше. Обычно чуть дольше, кстати, держат. Я просто в шоке от того, что получилось. Волосок лежит к волоску. Гелем волоски так не уложатся. И сколько бы вы их не зачесывали, максимум мыло или клей. Поэтому обращайтесь к Ксюше, ссылочки все будут в описании. А с вами была Дарья Кей, Ксюша. До скорых встреч, пока-пока. Надеюсь, мы вас чему-нибудь сегодня научили и показали, как это делать. Вот так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok